Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Евросоюз испугался угроз Эрдогана о войне Креста с полумесяцем. Американский портал Политика сообщил о том, что в Брюсселе тревожно отреагировали на угрозы Эрдогана, предупредившего западные страны о новой религиозной войне между христианами и мусульманами. Новая война Креста и полумесяца, как и прежняя, состоится на территории Европы, только завершится она в этот раз победой мусульман. К настоящему времени на территории Европы проживает до 20 миллионов мусульман. При этом через 10 лет количество мусульман в Европе предположительно удвоится. Резкий рост числа мусульман на европейском континенте был спровоцирован США и ЕС дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. С обострением Палестина израильского конфликта мусульманское население Европы в полный рост заявило о себе, организовав в европейских столицах митинги поддержку Палестины. По сообщениям политика, в руководстве Евросоюза побоялись комментировать резкие слова Эрдогана, опасаясь новых беспорядков. Эрдоган на митинге в Стамбульском аэропорту заявил о том, что мусульмане преисполнены решимости и готовы ответить на преступления Израиля и его западных союзников. В ходе своего выступления Эрдоган надел шарф с цветами палестинского флага. Он напомнил, что ранее территория Палестины входила в состав Османской империи и потому, с учетом исторических связей с палестинским народом, Турция не ограничится словесным осуждением израильской резни. Главным виновником ситуации в секторе Газы Эрдоган назвал Запад, который действует чужими руками, не пачкая собственных рук. Израильское руководство является лишь пешкой, которой Запад однажды пожертвует ради собственных интересов. По сообщению политика, ближневосточный кризис создал серьезные проблемы в ведомстве Урсулу фон дер Лянь, которая вынуждена перестраивать работу Еврокомиссии в целях выработки единой позиции по Израилю, так же, как ранее Еврокомиссия формулировала единую позицию по Украине. Однако из-за огромного количества мусульман в странах Европы говорить о единой поддержке Израиля явно не приходится. Власти Германии, Франции, Испании, Бельгии, Португалии и Нидерландов опасаются, что любая помощь Израиля, даже гуманитарного характера, вызовет огромную протестную волну в этих странах и потому предпочитают сохранять нейтралитет. Это означает, что забота о финансовой и военной поддержке Израиля целиком и полностью ляжет на плечи США.